Сегодняшняя тема, она звучит, казалось бы, банально, но как-то на нескольких вебинарах я упомянула о том, что мы с нашими студентами составляли собственные таблички по возрастной психологии. И я вот вам хотела бы сегодня напомнить, во-первых, некоторые ключевые моменты возрастных особенностей, и на основе чего мы составляли вот эти огромные таблицы, которые потом тем, кто сейчас работает, мои коллеги, мои бывшие студенты, они говорят, что это действительно очень и очень помогло, потому что, во-первых, можно туда постоянно вносить какие-то новые данные, и, естественно, что видя перед собой сначала немножко, потом больше, больше, естественно, что расширяется не просто кругозор, а кругозор психолога – это опыт, знание, и, естественно, это помощь маленькому человечку, который сказать далеко не всегда может. Вы прекрасно знаете, коллеги, что до трехлетнего возраста продиагностировать проблему очень сложно, но зато, если мы ее выявим, то коррекция, развитие ребенка дальше пойдет по нормальному пути, а не по какому-то патологическому. Ну и начнем. Ну, это просто как мы становимся, да, с чего ползаем. Моя внучка уже кошку гоняет, полтора года, так что она уже где-то вот здесь. Переключается немножко долго. Вот, я нашла вот очень интересный старый-старый такой, это ступень человеческого развития. Посмотрите более детально, это вот разворот такой, но мне понравилось, я впервые такое увидела, вот такой вот, видите, вот в таком виде. Что делает, играет, с кем общается, написано на русском уже прошлого века, так что, ну, посмотреть будет очень интересно. Поизучайте, будьте любопытны, не теряйте свое детство даже сейчас. Следующее, а вот следующее я хотела бы вам напомнить, из чего же, собственно говоря, почему, собственно говоря, развивается ребенок, что такое детская психика, что на нее влияет. Ну, и мы прекрасно с вами понимаем, что человек формируется только в социуме. Социальная обусловленность – это главное, что будет развивать детскую психику. Я сожалею, что в моей жизни уже несколько детей я встречала, которые воспитывались вне социума или вне человеческом социуме, вроде бы двуногие, но, тем не менее, это не люди. Или даже дети, которые формировались как животное, потому что животное, ну, просто-напросто не давали погибнуть маленькому ребенку. Что же, говорить о возрастной психологии и не говорить о возрастной периодизации психического развития мы с вами просто не сможем. Потому что вот то, что я вам предложу в конце, это как раз основано на возрасте ребенка. Поэтому, что такое возрастная периодизация? Ну, что является критериями? Определенная деятельность, да, то есть две стороны деятельности – это опознавательная деятельность и мотивационная деятельность. Не будет познания, не будет мотивации, не будет мотивации, не будет познания, не будет, соответственно, и той самой деятельности, которая и делает, собственно говоря, человечка человеком большим. Ну и, естественно, что мы не сможем не поговорить о кризисе возрастном, потому что кризис возрастной как раз, что это такое? Это максимальный разрыв между уровнем развития двух сторон. Чего-то много, чего-то еще не хватает. Вот и возникает этот кризис разный. Я сам и так далее, и так далее, и тому подобное. Дальше. И основные эпохи детства. Эпохи их три. Раннее детство, детство и подростковый возраст. Ну и каждая эпоха будет состоять из двух периодов. Первый – это усвоение мотивов, норм, задач, деятельности. А во второй половинке этой эпохи будет уже развиваться операционная система. То есть уже те самые навыки будут формироваться. Собственно говоря, вот эта схема, она и показывает, где может произойти разрыв, и что в результате этого не будет развиваться. Следующий момент у нас. Ну период – это я просто вам для сравнения такое показала, где в Угодске, в принципе, подходов достаточно много. Я вам в конце ссылочку приготовила на очень интересную презентацию. Нашла просто случайно в интернете. именно о периодизациях возрастных. Посмотрите, не поленитесь, найдите время. Останьте домашние дела на полчаса, посмотрите. Там действительно есть такие вещи, которые я видела впервые. Ну а это вот в Угодске то, что предложил, и то, что предложил Эль Конин. Следующее у нас с вами. Долго переключается. Может быть, я отлючу эту? Как мы характеризуем периоды, любой возрастной период? Ну прежде всего, это ведущая деятельность, которая характерна для этого периода. И эта ведущая деятельность, как раз она и объединяет этот возрастной период. Сменилась ведущая деятельность, этот период возрастной называется по-другому. И второе – это основные психологические новообразования. Что в результате вот всех тех действий, познания, развития мотивационной сферы, волевой сферы, жизненного собственного опыта, речи, что же мы получаем в результате? Ну и смотрите, младенчество от нуля до года период мы возьмем. Что главное в этот период у ребенка? Ну прежде всего, главное – это эмоциональное общение. Вот и смотрим. Я не стала выделять отдельно сенситивные периоды, потому что они вот здесь по ведущей деятельности все показаны. Если в этот период не будет формироваться то, что является ведущим вот в этот сенситивный период, к сожалению, потом это будет или искажено, или ограничено, или может даже стать проблемой психического развития вплоть до развития психического заболевания. Вот смотрите, извините, до года непосредственное эмоциональное общение. Базовые эмоции. Если эти базовые эмоции не формируются, то о чем мы не сможем в последующем говорить? А мы не сможем говорить о том, будут ли формироваться определенные чувства у этого ребенка. Мы же с вами прекрасно знаем, что совокупность чувств, совокупность эмоций – это все дает вот те чувства, которые мы называем добросердечие, мужественность, патриотизм и так далее, и так далее. То есть это высшее чувство. Но если какой-то базовый не будет, какой базовый, например, доброты, не будет доброты, он будет вот такие чувства, иметь возможность формировать такие чувства? Да нет, конечно. Почему? Ну потому что мы всегда, вы знаете прекрасно, что я психофизиолог, и всегда, естественно, что я говорю про физиологические основы. Да просто элементарно. Не сформируются вот те самые нейронные связи, которые у нас, собственно говоря, и создают вот этот эмоциональный центр. У нас не сформируются связи, нейронные связи между эмоциональными центрами и центрами регуляции этих самых эмоций, лобной доли, например. Здесь не сформируются определенные химические реакции, которые, ну, в них не нуждается организм, и они не производят те вещества, которые необходимы. Ну и в результате, смотрите, основное новообразование – потребность в общении эмоциональных отношений. Вот видите, сенситивный период, и мы не получаем того, что должны получить. Нет эмоционального общения, нет дальнейшего желания, потребность, не формируется. Или она формируется в искаженном виде. Я вам говорю сейчас это для того, чтобы, когда вы будете вот эту табличку для себя составлять, там обязательно нужно включить будет, ну, что может нарушаться или основные нарушения психического развития в этот период. А почему вы уже вот отсюда, вот из ведущей деятельности и фрустрации этой деятельности, вы получите вот те нарушения. Вот вам, пожалуйста, одно. То есть нет потребности в общении. Или эта потребность искажена. Это потребность злобная, это потребность эгоистичная, ну, и всё, что хотите, тоже может быть. Следующее – раннее детство. Что происходит у нас в раннем детстве? От года до трёх, да? Это предметно-манипулятивная деятельность. Что такое предметно-манипулятивная деятельность? Ребёнок каждый предмет видит впервые. И в последующем он приобретает опыт общения с этим предметом, явлением, событием, человеком. Вот ребёнок пришёл, увидел кошку дома у бабушки. Ну, не видел никогда ребёнок, кошку эту. А тут увидел, это было такое любопытство, но так как эмоциональные отношения у этого ребёнка сформированы правильно, кошку никто не обижал. Но кошка сильно напугалась, потому что кошка привыкла жить тихо, мирно, спокойно, а тут у неё никак понять не могли, гавкает кошка или мяукает, потому что кошка мяукает очень тихо и не услышала. Ребёнок решил погавкать. Кошка решила, что это собака и решила уйти. То есть, понимаете, вот манипуляция. Манипуляция, что можно с этой кошкой. Поговорить уже на своём языке нормальное формирование. Погладить эту кошку, поиграть с ней, например, с какой-то искусственной мышкой и так далее. Понимаете? Ну и, соответственно, развитие речи. Идёт развитие речи. Пробуют различные звуки, которые существуют вокруг ребёнка, и ребёнок начинает формировать в этот период речь. К сожалению, почему-то бытует такое мнение, мальчики позже начинают говорить. Не должны мальчики позже говорить. Есть какая-то серьёзная проблема, дисфункция, серьёзная дисфункция. Поэтому необходимо обратить внимание, почему у ребёнка до полутора лет не сформировались элементарные звукосочетания, отдельные слова, отдельные слоги, которые обозначают какие-то конкретные предметы. Мне показали ребёнка уже около пяти лет. Причём, ну, я встречала, я не думала, что он молчаливый, потому что он такой всё время прятался за маму с папой, знакомых моих. А оказалось, у ребёнка мутизм, связанный с тяжёлым поражением органического головного мозга. Понимаете? То есть педагоги, психологи, логопеды. Вокруг вроде бы есть куча возможностей, но родственники как-то это скрывали. Ничего-ничего, у нас все поздно разговаривают, и он тоже поздно заговорит. Ничего страшного. Но, к сожалению, ребёнок на данный момент инвалид, ему 9 лет. Он не говорит. Ну и, соответственно, что? Наглядно-действенное мышление, то есть есть предмет манипуляции, а теперь есть наглядно-действенное мышление. То есть здесь уже есть какой-то предмет, есть какое-то действие, которое не совсем может быть характерно для этого предмета, но его можно уже использовать. То есть мы уже начинаем предпосылки образного мышления создавать у ребёнка. Вот что будет новообразованием раннего детства. Дошкольный возраст. Но дошкольный возраст, мы с вами прекрасно знаем, что это такое. Он продолжается ещё и в младшем школьном возрасте. Это ролевая игра. Что такое ролевая игра? Это роль, вторая роль, третья роль, которая может играть один и тот же, палочка, ещё что-то. То есть это сюжет. Есть сюжет, есть действующие лица, которые в эту игру играют. Нет этой игры, к сожалению. Если вы посмотрите, вокруг нет ролевой игры, потому что в ролевой игре ребёнок играет роль. Сейчас что происходит? С годовалого возраста буквально, что есть у ребёнка? Телефон, планшет, компьютер, лишь бы только не мешался. И вот этот этап ролевой игры выпадает из жизни ребёнка. И потом мы получаем всё, что угодно. Вот смотрите, новообразованием-то должно что? Стремление к общественно значимой деятельности. Общественно значимая деятельность следующее, какая учебная? А мы посадили, ну роль-то там кто выполняет? Шарики, прыгалки, стрелялки, танчики и всё прочее. Там нет ребёнка, нет его роли. То есть он не знает свою роль. Единственное, что может быть какая-то есть роль, у него «доцепись ты от меня, только отвяжись». Вот, наверное, вот эта роль мешающего человечка, он играет вот на протяжении вот этого всего периода. Это 4-5 лет, представляете? Ну и стремление к общественно значимой деятельности, естественно, не формируется. Приходят. Ой, у него нет совершенно никакого желания ходить в школу. А что вы сделали для того, чтобы у него возникло желание ходить в школу? Потому что желание ходить в школу – это вот где формировалось. Стремление к общественно значимой деятельности. Стремление к значимой деятельности – это что? Похвала, так ведь? Награда, похвала. Ой, какой ты молодец. Как ты меня обрадовал. Медаль дали. Подарок купили, потому что обещали, что если хорошо, хорошо закончат школу. Но у него ведь этого нет, потому что у него нет своей социально значимой роли. Вот этот период, я считаю, наиболее важен, потому что много патологических черт характера, патологических поступков, привязанностей, не тех, которых нужно формируется именно вот в этот период. Ну, хорошо, благополучно мы сформировались, стремимся к общественной деятельности, будем говорить дальше снова о хорошем, не о грустном. Младший школьник, учебная деятельность. Ну, и вот тут, конечно, вот это нам его нету, и вот это, конечно, никак формироваться не будет. Вот смотрите, ком снежный, вот это будет уже снежный ком. Здесь мы догонять уже будем только через перелом личности, то есть мы ломаем какие-то определенные уже установившиеся черты характера, слезы. Я смотрела в ТикТоке, бабулечка, я к тебе в пятницу приеду, отдыхать буду, а то эта школа уже сил нету никаких. Ну, съемки нашего кто-то, мама сняла. Ну, реально ребенок рыдает, к бабулечке в пятницу собирается отдыхать. Поэтому, естественно, вот здесь нет, ему бесполезна похвала. У него похвала в телефоне. Не его похвалили, а того героя. Вот он начинает себя ассоциировать с этим героем. Ну, а дальше подросток. Внутренний план действий нет. Психические явления, произвольность психических явлений, то есть контроль. Самоконтроль, самодисциплина. Нет его, нет этого качества, потому что его нет. Комс нежный. А тут уже интимное личностное общение. Но ведь вот здесь ведь тоже эмоциональное общение не сформировано. И мы слышим, как они между собой разговаривают. В начале года была ситуация такая, девочки разговаривали в чате. Я взрослый человек. Я прожила достаточно большую жизнь. И русский язык я тоже хорошо знаю. Но то, что там мы читали, мы взрослые сидели люди, честно говоря, стыдно было нам. Вот нам было просто стыдно это слушать. Но мы должны были это дослушать, должны были все это оценить и получить, соответственно, то, что необходимо. И вот начинает, и вот опять Комс нежный. Здесь самооценка, отношение к людям, стремление к взрослости, самостоятельности, подчинение коллективным нормам. 300 тысяч за два года, два курса. Зачем ты пошел туда? А что подвязались? Ты же знал, что ты там не будешь учиться. 300 тысяч для твоих родителей – это не маленькие деньги, прямо скажем. Но они бы все равно не дали бы мне жизни. А я говорю, а зачем же ты сейчас-то бросаешь? Ну, половина почти пройдена. А я вообще не собиралась там учиться, а сейчас тем более не буду. Вот вам, пожалуйста, вот то, к чему он. А приводили его ко мне до этого лет 6 назад. У него была сильная зависимость и от телефона. Тогда вопрос вообще у нас стоял о реабилитационном центре, потому что там были истерики и так далее. Но мама увезла его куда-то в другой город, зачем-то непонятно совершенно, положила куда-то в реабилитационный центр. Но толку не очень много. Ну и старший школьный возраст – это учебно-профессиональная деятельность. Ну и опять, будет ли она полноценной, если здесь уже кругом сбои. Я всегда вам спрошу, собирайте тщательнейшим образом анамнез. Потому что в каких-то определенных ситуациях, вот именно вот таких, какие сейчас я вам привела пример, нужно найти именно начало. И, возможно, развивая очень медленно того, чего нет, вот даже те же самые эмоции. То есть ребенок не владеет этими эмоциями. Значит, необходимы эти эмоции потихоньку, да, взрослому уже, да, достаточно уже большому ребенку, который должен знать эти. Ему приходится их показывать, рассказывать, играть. Четвертый, пятый, шестой класс. Они не понимают эти эмоции. И вот когда мы поймем, что эмоций ему не хватает для учебной деятельности, потому что его никогда никто не хвалил, его только ругали, тогда мы что-то сможем сделать. Дошкаленок. Сидим в школе, малышок выполняем. Рисунок нужно нарисовать. И я у меня... Вот сразу фразу, смотрите. У меня все равно не получится, я рисовать не буду. Я говорю, хорошо, подойди ко мне вместе с листочком, давай мы нарисуем с тобой вместе. Что-то я умею, что-то ты умеешь. В результате мы нарисовали потрясающий букет маме, которая, на мой взгляд, не совсем его заслужила, потому что вот эта фраза, у меня все равно ничего не получится, это фраза мамы. Ты дурак, ты не понимаешь, ты ничего, все равно у тебя ничего не выйдет. Так, следующее. Здесь мы немножко задержались, но это нужно. Вопросы, пожалуйста, в чат, где написан вопросик. Так, следующее у нас с вами. Очень хорошая вот такая схемка. Пока она что-то... Вот она. Возрастная периодизация Эльконина. Видите, как она показана? Да, очень хорошо, четко по возрастам. Где кризисы? Здесь есть острые кризисы, которые вот квадратиками. Есть овал. Это кризис неострый. Возникает он в середине периода. Ну и то, что называется операционно-техническая деятельность и мотивационная деятельность. Прямая линия, посплошная линия, это как раз операции, любые, которые делаем, и это мотивация. Рассмотрите, очень интересно, очень... Вообще схемы, таблички старайтесь сами для себя делать, потому что в них, во-первых, их сразу видишь одним взглядом и потом понимаешь, что... Вот есть же понятие фотографическая память. Вот фотографическая память, вот она когда-то всплывает обязательно. Мы не говорим уж с вами про элитическую память, но, тем не менее, все равно фотографировать интересному мозгу. Следующий у нас с вами слайд. Ну и вот начнем мы с вами от той правильной... Я не забыла про табличку, абсолютно не забыла, но я просто вам показываю, как собирать данные, которые вам потом нужно будет вносить в эту таблицу. Интригу такую создаю, да? Эпоха раннего детства. Ну, сначала у нас кто? Кто рожал, кто знает. Но новорожденный. Период новорожденности, это не до года, как некоторые считают. Это тот период до момента оживления ребенка. Есть такое понятие комплекс оживления ребенка. В первые недели жизни ребенок психические функции не могут развиваться, потому что настолько тяжело физиологически ребенку, организму, это даже еще и не ребенок, это организм физиологический. И поэтому, естественно, вот этот физиологический организм приспосабливается. Ну, представляете, да? Плавал-плавал, на берег скалистый выбросили, холодно, дают непонятно что поесть, руками холодными, какие-то памперсы одевают. В общем, масса-масса всяких непонятных совершенно прикосновений, и ему этого вполне достаточно для того, чтобы вот этот процесс адаптации шел. Ребенок не слышит и не видит до первого месяца. Неправда, он слышит и видит. Просто у него не сформировались вот эти сенсорные связи, нейросвязи, которые позволяют ему дифференцировать звуки. Ну, нет еще вот этой возможности. Поэтому, естественно, что нужно подождать. Ну, и вот комплекс оживления и начинается. Начинается индивидуальная психическая жизнь. Что такое индивидуальная психическая жизнь? Ну, это та жизнь, которая будет принадлежать ему со своими, со всеми плохими, хорошими, отрицательными, положительными, сверхчертами и так далее. В чем проявляется комплекс оживлений? Если вы помните, ребенок действительно как будто бы начинает видеть и как будто бы начинает слышать. Ну, и для мамы с папой самое радостное, это что? Ребенок узнал. Ну, не столько он, конечно, узнал физиологически, но он что сделал? Сделал гримасу улыбки. Не улыбнулся, а сгримасничал. Ну, вот так началось. А почему он улыбнулся? А потому, что его мягкие руки папы или мамы взяли, прижали к себе, а мама еще и покормила теплым молоком. Следующий момент. Появляется двигательная активность. Очень серьезная. То есть он начинает двигать ручками, ножками. Да, хаотически. Да, он вцепится в погремушку, но только в том случае, если эту погремушку ему крепко в руку дадут. Сам он взять еще не может. Если повесить, мы повесим с вами растяжку, погремушку, он не будет ее хватать. Это нам так кажется. Он будет хватать ее совершенно случайно. Но стучать по ней хаотически и очень громко он будет, ему это очень будет нравиться. Ну и аго это апогей вот этого комплекса оживления. Ребенок у нас начал производить психические какие-то эквиваленты. Младенчество у нас, да? Кто-то с ужасом его вспоминает, кто-то с счастьем вспоминает. Ну и давайте. Опять же мы будем про социальную ситуацию, что необходимо для ребенка в этот период. То есть, опять же, по первой табличке, да? Что за ведущая деятельность, только более подробно. Ну и то, что будет новообразовываться. Вот это уже часть пойдет в ту табличку, которую мы с вами в конце откроем. Социальная ситуация, мы уже сказали, да? Это папа-мама, это взрослый, который, без которого ребенок не может, это ухаживание взрослого за это ребенка. Ну, называем ситуация про мы. Ведущая деятельность. Непосредственно эмоциональное общение со взрослым, мотивационная сфера. Улыбки, улыбки, недовольные рожицы и так далее. Вот тут уже у нас начинает очень активно как мышка сердится, как медведь улыбается. И вот пытаются показать, как медведь улыбается, хотя вот никто не видел, как он улыбается. Вот. Ведущая деятельность, понятно, с новообразованиями теперь давайте, с физиологией. За этот период, что он учится делать? Мы говорим про год. Хотя вы будете писать помесячно, потому что каждый месяц в жизни ребенка очень важен. И если вы поймете и увидите трехмесячного ребенка с какими-то отклонениями, вы дадите совет, что нужно делать. Идти срочно к врачу, к ортопеду, педиатру и так далее и тому подобное. потому что здесь, конечно же, физическое здоровье на первом месте. Ну и вот открытие своего физического «я». Смотрим в зеркале, обожаем посмотреть, кто я, большой или маленький, на стульчик залезу, становлюсь как папа или как мама и так далее, и так далее. То есть вот как раз то и есть, что он начинает ощущать необходимость быть в обществе других людей, больших, маленьких, в обществе собачек, кошек, в обществе машин и всего-всего, что его окружает. Выделяют раннее-позднее младенчество, раннее понятно, что это до полугода и позднее это после полугода. Ну и вот заканчивается он кризисом одного года. Как-то мы не очень на этот кризис обращаем внимание, а я вам скажу, почему мы не обращаем внимание, потому что нам некогда. Почему некогда? Это потому что мы все заклеиваем, все завязываем, все куда-то прячем, не дай бог, чтобы не свалился, не дай бог, чтобы укололся и так далее и тому подобное. Ну кто, у кого дети были или есть маленькие сейчас, вы прекрасно знаете, что это действительно так. Ну и естественно, что кризис он будет связан с тем, что желание-то уже есть, а вот по возможности никак. Ну никак. Но начинается подставление табуретки, искание какого-то острого предмета, потому что видел, что мама разрезала там. То есть вот этот период для родителей он должен быть самым-самым внимательным. Почему? Потому что мы четко с вами должны понять, что они повторяют. Ну он же не понимает. Да, он не понимает. Но повторять он может один к одному. Абсолютно точно так, как делаете вы. Понимаете? Да, теперь понимаю. Ну а он-то тоже понимает. Нет, он не понимает. И то, что вы ему объяснять будете, что это нельзя, отвлекайте ребенка. Купите те игрушки, которые необходимы ему, чтобы он точно знал, что это его игрушки. Не бойтесь покупать какие-то такие, я вот внучке купили пластилин какой-то, ну специальный какой-то детский пластилин. Господи, это восторг был, потому что они там что только не делают. На мой взгляд, по моим пластилин был плохой. Его не надо, ну нехороший он был, и ребенку давать его лет до трех было страшновато, потому что химический был. Сейчас какого только нет. И ребенок очень быстро понимает, что у него очень хорошие, интересные игрушки, ему не нужно совершенно брать игрушки другого человека, взрослого. Следующий у нас с вами период раннего детства, от одного до трех. медленно переключается, поэтому я буду начинать говорить, а вы пока... О чем вообще не открывается, да? Период раннего от одного до трех лет. Социальная ситуация развития. Самостоятельность, распад, распад вот этой общности, которой ребенок нуждался крайне, происходит распад. И ребенок становится самостоятельным существом, там, я не знаю, образованием, как хотите. Он становится самостоятельным. И он повторяет уже вот то, что я вам рассказала ранее, все то поведение взрослого человека и ребенок, если родитель будет моделировать ситуации совместно с ребенком, те, которые необходимы этому ребенку, то, соответственно, и развитие это будет абсолютно правильным. Потому что он будет... Ну, мы все прекрасно знаем, что родители это всегда образец. И если этот образец будет правильный, когда эта ситуация вернется во взрослую, придет во взрослую жизнь ребенка, мы не знаем. Но он поступит именно так, как папа показал или мама показала. И он моделирует ребенок, моделирует это все уже со сверстниками вместе. То есть вот в той сюжетно-ролевой игре, которая становится тем важным моментом, вообще всем в жизни ребенка, что он за новообразование, да, зло, доброе зло, папа, кроха, сын пришел к отцу и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо, да. Вот теперь ребенок понимает. И вот теперь ребенку нужно объяснить очень многие понятные для него языком или понятным для него примером вот эти все сравнительные механизмы. Что с почему добро это плохо, почему добро это хорошо, зло это плохо. Почему да, а почему нет. Понимаете, то есть вот здесь обязательно, если мы вот в этот момент эти новообразования к концу семилетнего возраста не получим, мы получаем кого неудобного в школе ребенка. К сожалению, это действительно так, он нам неудобен, он нам мешается и так далее. Так, верните, пожалуйста, предыдущий слайд. Какой? Не поняла, Юля, какой нужно вернуть? Вы конкретно пишите, потому что предыдущих слайдов очень много. В любом случае, презентация у вас будет, если что-то вы не успели, обязательно презентация у вас будет, возможность посмотреть ее внимательно. Вы понимаете, возрастную психологию за час сменишь. 12 часов в психологии, когда читают возрастную психологию, со всеми ее периодизацией, со всем прочим. так, что-то немножко зависит. Так, следующий у нас, сейчас, может быть, отвиснет. может быть, отвиснет, может быть, отвиснет. Так, ну ладно, пока не будем слайдовать, когда вернется, я вам расскажу. Ну и младший школьный возраст. я не знаю, кто сегодня у меня в большей степени учителя или воспитателей, но в любом случае бедные воспитатели отпустили в долгое плавание, новых приняли, учителя получили то, что получили. Младший школьный возраст. Перепрыгнула у нас туда, куда не надо. что за ситуация, вот эта ситуация наиболее сложная для ребенка, потому что меняется абсолютно все. Меняется форма жизни, меняются привычки, меняется расписание, меняется физиология, меняется распорядок дня, меняются требования, требования со стороны родителей, требования со стороны учителя. Мир становится не совсем понятным, потому что особенно если ребенок по каким-то причинам не готов к школе, но это отдельная тема, то естественно, что социальная ситуация будет резко неблагоприятна для ребенка. Так, что-то зависло, что ли, у меня тут все. Нет, не зависло, все нормально. А вот ведущая деятельность учебная, и эта учебная деятельность, она многим детям, она просто непонятна, абсолютно непонятна, скажем прямо. Поэтому, что нужно делать в этой ситуации? Так, начинается у нас. Я выключу камеру, чтобы... я вам показала, как собирается, в каком контексте всегда нужно собирать информацию. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и те новообразования, которые должны получиться в результате, по окончании этого возрастного периода. И вот теперь смотрите, мы еще забыли об одном сказать. Мы забыли сказать вот об чем. О том, что существует зона ближайшего развития и зона актуального развития, а также автоматизм, из которых в принципе жизнь ребенка и начинается. Сейчас, я надеюсь, может быть. Что такое зона актуального развития? То, что ребенок имеет сейчас. То, что было автоматизмом, это физиология. Мы с вами прекрасно понимаем, да? Вот. И зона ближайшего развития это то, что ребенок сможет сделать вместе со взрослым. Там дальше тоже интересный очень рисунок, который как раз вот эту деятельность и показывает. Опять что-то? да что такое. Столько я вам хотела показать. картинку мне надо, чтобы вы ее видели. Так, вот эту картинку вы посмотрите сами. Вот как раз здесь зона ближайшего развития и актуального развития, умственного актуального развития. а вот следующее как раз это тот рисунок, который рисунок как как испечь печенье, то есть та деятельность поисковая деятельность, которая позволяет ребенку научиться печь печенье. Посмотрите, вот как раз и показано, что такое зона ближайшего развития с помощью взрослого человека. Основана на тех умениях, которые он реализовывает, когда печет печенье. Ну и вот теперь смотрите, то, что я и сказала, что такое табличка. Мы делали эти таблички естественно в интернете, на компьютере, в обычном Word. И вот смотрите, вот в этой колонке мы писали возраст. Возраст до года мы брали помесячно, то есть один месяц, два месяца, три, по окончании имеется в виду. То есть первый месяц закончился, второй месяц закончился, третий. И дальше мы вот сюда, вы формат естественно можете взять любой, а потом распечатать на листе ватмана, можете распечатать один возраст, взять и распечатать на четвертом формате. Что мы брали? Мы брали двигательную активность. Давайте возьмем сколько? шесть месяцев ребенку. Шесть месяцев ребенку двигательная активность какая? Что он умеет делать в шесть месяцев? Он сидит, он берет хорошо игрушки, он пытается ползать, он перебирает какие-то мелкие вещи, мелкие какие-то детали, ну не совсем маленькие, конечно, он может взять уже в обе ручки, если тяжелая игрушка, двумя руками удержать, у него уже начинает формироваться противопоставление первого пальчика второму и так далее. Возможно, что он уже встал на ножки и возможно, что он уже пытается самостоятельно передвигаться по кроватке. Эмоциональное развитие. Вот описываем эмоциональное развитие этого шестимесячного ребенка. смеется, когда видит близких, когда ударился, заплакал, но быстро успокоился, когда играет с игрушкой, изображает мимикой те или иные эмоции. Если перед этим кто-то рассказывал ему сказку, может уже сам изобразить какую-то простую эмоцию, например, «Мишка сказал». Конечно, не будет говорить «Мишка сказал». О, что-то изобразит уже. Дальше. Речевые эквиваленты и речь. Что он уже может 6 месяцев. А что он 6 месяцев делает? Он 6 месяцев гулит, он должен уже гулит. Координация и равновесие. Да, стоять он может, стоять он может, держаться за что-то, но при всем, притом, если пытается оторваться, то упадет. Это нормально. Мы сюда прописывали то, что правильно для этого возраста. Внимание, задерживает внимание на какой-то игрушке, любит новое рассматривать, даже можно указать по времени, сколько он занят этой игрушкой. По поводу памяти, куда вы положили игрушку, например, проведите. С вечера вы положили игрушку вместе с ним, но ее не видно. А завтра спросили, а куда у нас мишка делся? И ребенок должен уже шестимесячный, он показывает даже направление и может найти этого самого мишку. Это я вам отдельное предложение только говорю. Игровая деятельность во что играет, как играет шестимесячный ребенок? Перебирает игрушки. У некоторых детей очень любима игрушка, из кроватки все игрушки выкинуть и обратно складывают. И главное не просто выкидывает ребенок, а как ударяется эта игрушка, как она хлопает, как она шумит, какой звук издает. Это нормально. То есть или он смотрит глазки, ушки, ну какой-то новой плюшевой игрушки и так далее. Общение с детьми в шестимесячном возрасте какое общение? Ну практически никакое или игрушку отобрать тоже это нормально абсолютно. Мышление. Вот что он соображает в шесть месяцев? Он, например, сидит за столом и может взять ложку так же, как все другие, но неправильно. Но он уже понимает, что есть предмет и этим предметом все кушают. И он берет и делает то же самое. куда ложка пошла, куда угодно, только неврот. Любознательность, усвоение социальных норм и так далее, и так далее. Физическое здоровье, новообразование, которых шести месяцем из того, что мы говорили, вы берете учебники и прописываете. В основном это будет у вас работа с учебниками наших ученых, занимающихся практикой возрастной психологии. Мы добавляли сюда нарушения, которые могут произойти в этом возрасте и по какой причине это может быть, травма и так далее. И вот когда вы описали вот это все правильно, и у вас шестимесячный ребенок, который невнимательный, крутится, вертится, мелкой моторики и крупной моторики нет у него, он ничего не удерживает абсолютно, он не может сидеть, ну естественно, что необходимо бить тревогу, потому что вот это физиология, ну это основа психического развития. Я вам уже сказала, что я нашла очень хорошую презентацию по теориям периодизации, выйдите по этой ссылочке и посмотрите, там здесь презентация по теориям периодизации, я вам дам ничего, но вы оттуда сможете достаточно многое взять. Ну это вот естественно, что это не возрастная психология, не лекция по возрастной психологии, но может быть вы летом себе уделите внимание и посидите, ну хотя бы до года пропишите или пропишите тот возраст, с которым вы работаете, консультируете, работаете, и тогда вам проще будет сравнивать патологию, которая у вас пришла на консультацию и то, что правильно, нет вот этого правильного, бейте тревогу, пусть обращаются к врачу и так далее. Вопросы есть какие-то ко мне? Нет. и так X ... ... потому что, Вот по суицидальным, по буллингу сейчас вот есть, вот прям вот берем, можно взять кейсы и прям его разобрать от и до. Было бы очень интересно. Поэтому желательно было бы, мои данные здесь тоже есть всегда, пожалуйста, просто напишите, может быть, направление, по которому подготовить вебинары. Потому что действительно говорю, что мне бывает сложновато, мне кажется, что эта тема интересная, а вы, может быть, ее хорошо очень знаете, и я уже, ну, лишнего вам информацию даю и так далее. Поэтому, если вопросов нет, спасибо вам большое. Я так понимаю, что у меня последнее занятие с вами, и, надеюсь, может быть, на следующий год мы тоже с вами будем встречаться. Спасибо. До свидания.